Сегодня мы вспоминаем важнейшие страницы своей истории. Отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходим дорогами побед. Начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной. Это и есть наш путь, путь к нашей независимости. Ровно 80 лет назад, 3 июля, после диких лет оккупации над столицей нашей Родины, вновь было поднято Красное Знамя. Знамя, которое в один миг стало историческим символом нашей свободы. В воле белорусского народа образ этого знамени сохранен в полотне государственного флага Республики Беларусь. В воле белорусского народа день 3 июля стал государственным праздником Днем Независимости. И праздник, и символы нашей страны – все это дань памяти советскому народу-победителю. Дань памяти белорусам, вынесшим на своих плечах все тяготы страшного военного лихолетия. Сегодня мы смотрим на те события с высоты тысячелетнего исторического опыта. Смотрим в самую глубь веков. Таков вызов времени. Времени, обострение геополитических рисков и угроз. Ничего принципиально нового в нашей жизни не происходит. Ни сегодня, ни тогда, в далеком 41-м, когда на нас двинулись западноевропейские орды. Через белорусскую землю и раньше проносились смерч крестовых походов, кровавые потопы уничтожая до основания жизнь людей. Но земля возрождалась. Народ наш становился сильнее. Так завязывался сакральный узел восточнославянского единства. Единство, испытанного войнами, междуусобицами, бесконечными интригами, сменяющих друг друга политических центров силы. Вехи нашего исторического развития – это смена эпох великого могущества и величайших потрясений. Это историческая стезяна, которой, мужая, закалялся и формировал свое национальное самосознание наш белорусский народ. Я как-то говорил, обращаясь к нашим и не нашим журналистам. Нам надо оставить все дебаты о том, были или не были белорусскими сменявшиеся здесь друг друга формы государственности. Это важно, но не столь значимо. Был народ, народ, который стал нацией. Важно то, что происходит сейчас. Важен конечный результат. Не было бы этого самосознания, не было бы и великой победы, не было бы сегодня страны, ни нашей, ни любой другой на всей территории бывшего Советского Союза. Тогда, 80 лет назад, на святой белорусской земле завязался новый сакральный узел. Узел многонационального советского единства, еще более сильный. Мы помним сыновей и дочерей всех республик СССР, западных и восточных, южных и северных, всех, кто смотрел смерти в лицо, но поднимался в бой, освобождая нашу Беларусь. Каждый знал, что здесь, на этом рубеже, решалась судьба и его малой родины, судьба родных и близких, даже если они находились в тысячах километров от этого самого Белорусского фронта. Каждый советский воин вел священную войну за будущее огромной страны от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Ташкента, вел ее здесь, в Беларусь. Беларусь помнит героев. Имена многих уроженцев братских республик увековечены в названиях улиц наших городов и сел. В их честь и славу под Минском воздвигнут Курган, земля для которого собрана со всех уголков Советского Союза. Великий, по своему замыслу, он возвышается как символ советского народа, народа-победителя. Редактор субтитров А.Семкин